В 19-го века город Пшков представлял себе знаменитую укрепленную крепость, которая была одна из лучших в Европе. Протяженность крепостных стен составляла порядка 9,5 километров. На время нападения Стефана Батория в 1581 году здесь было 37 башен и больше 40 ворот. Что из себя представляли башни? Башни были разные. Наугольная башня, которая стояла на углу и имела возможность обороняться с разных сторон. Таких башен было несколько. Башня Котик Рома вот здесь была, башня Покровская, башня Михайловская. Башни были проезжие, это башни, в которых были проездные ворота. Это было самое слабое место для крепости, поэтому все эти ворота делались с такой скользкой хитростью. Делали специальные фальшворота и настоящие ворота, так называемый захаб, от старославянского слова «ахабень рукав». Значит, делали перед башнями, еще стояли специальные маленькие башенки перед этими воротами. Ну и старались, значит, в любом случае за воротами сделать еще деревянную стену, чтобы если кто-то враг и прорвался, то он бы прорывался, разбив каменную стену. Он бы находился в узком проходе между развалами основной стены и новым изготовленным деревянным чистоколом, значит, стеной, которая предохраняла нападение. Что интересно, что здесь вот у нас есть, видим мы реку Пскову, левее, алубенькую, маленькую. Вот эта. Да, вот эта вот она. Для того, чтобы не было прохода вражеских судов, которые... А река была судоходная, потому что корабли были бескелевые, глубина была 5-6 метров, вполне достаточно. Вот в устье реки, между башнями, значит, высокой и плоской, стояли такие называемые водобежные решетки, которые были сделаны уже в начале 16 века при княжении Василии III, папе Ивана Грозного. Он прислал своих мастеров, и они сумели, значит, отковать большие такие решетки, которые поднимались и опускались. А между левым и правым берегом был такой переход, который можно было, значит, перейти для обороны с одного берега на другую. Это водобежные решетки нижние, а вот здесь вот были водобежные решетки верхние. То есть ни сверху по течению, ни снизу со стороны речки Великой туда найти, пройти было невозможно. Поскольку первая стена Перси в Кремле, она особо, значит, уже потеряла свой смысл, как оборонная стена, в основном оборонные стены нанесли, вот стена 5-го окольного города была. Она была самая последняя, ей уже было около 100 лет, значит, и еще была одна стена вот по Запсковью. Ну, вы знаете, город Псков, за речкой Псковой Запсковья, за речкой Великой Завилища. И вот Завилища не оборонялась, хотя там были несколько действующих монастырей, а оборонялся вот этот весь центр. И Стефан Баторий вынужден был с южной стороны, со стороны Новоугольной Покровской башни, напасть. Между башней Покровской и Свинужской, значит, был сделан ими пролом на расстоянии 50 метров, куда они и хотели ворваться 8 сентября 1581 года. Но не смогли. Но не смогли благодаря тому, что Псковичи имели большую силу духа, значит, силу воли. Кроме того, что они были снабжены всевозможными ядрами, пушками, обученные, очень большое значение явилась вера в помощь Божьей Матери, которая по негласным преданиям приходила им на помощь и перед началом штурма, значит, пришла к кузнецу, к слепому Дорофею, значит, который жил в Покровском монастыре. Километраж? Километраж 9,5, я уже сказал, протяженность крепостных стен, значит, ну, можете себе представить, если в среднем человек идет 4,5-5 километров в час, чтобы таким средним ходом обойти все эти укрепления, это надо 2 часа ходить, чтобы обойти, а надо, если, допустим, смотреть, в каком состоянии находятся эти стены, нужно же их обследовать. Поэтому во время битвы со Стефаном Баторием были назначены, кроме главного воевода, Ивана Петровича Шуйского, еще воеводы по каждому участку. И вот основной участок, который обороняли, значит, в Покровском углу, был такой Андрей Иванович Хворостинин. Значит, он князь, он был воеводом в нескольких городах, он заслуженно, значит, пользовался заслуженной любовью своих стрельцов, поскольку он был прекрасным воином, который заслужил себе славу в битве с крымскими татарами. Какие стены сохранились на сегодняшний день? Стены сохранились, значит, почти все, кроме стены, вот четвертая стена от башни Мстиславского до, значит, речки Псковы, она не сохранилась, поскольку она сейчас бы проходила через весь центр города, улицу Пушкинскую, значит, вот детский парк, где мы сейчас находимся. Сохранилась только одна башня, башня Мстиславского. В этом районе сейчас находится труба теплоэлектроцентрали Псковской, которая тоже прекратила свое существование, на ее месте строится строительный жилой комплекс. Спасибо.